ПЕСНЯ Жизнь чудесней всех историй И льется в бесконечность За простор небес В дыхание любви Любви Знаешь, жизнь чудесней всех историй Есть такие песни, которые заставляют душу проснуться И это одна из них Здравствуйте, меня зовут Григорий Адаменко И мы продолжаем наш концерт И нашу творческую встречу с Екатериной Гусевой Мы поем наши любимые песни АПЛОДИСМЕНТЫ Господи, помилуй Есть закон простой Детство, не наследство Не возьмешь с собой Господи, помилуй Нет беды чужой Слезы, как росинки За пустой межой Господи, помилуй Утром дай туман Господи, помилуй Я молюсь за всех Я молюсь за всех Чтобы раздавался Чаще детский смех Господи, помилуй Господи, помилуй Кто в других расти Не в любви, не в другом Не еще расти Господи, помилуй Зачити ответ Я хочу оставить В этой жизни след Господи, помилуй Слезы осуши Даю со Мною веки Нежный свет души Господи, помилуй Нет судьбы иного Господи, помилуй И Господи, будь всегда со мной, Господи мой, будь всегда со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Трудные, которые обучаются музыке. Дети, которые выросли, уже преподают, уже вожатые. И это удивительное движение. В конце этого плавания происходят концерты. В Доме музыки, в Светлановском зале, в консерватории, в зале Чайковского филармонии. Вот такие площадки. Это удивительное движение. Я счастлива, что благодаря Саше я тоже примкнула. И много лет с ребятами есть возможность приехать, поддержать, выступить. Спасибо большое. А на каких песнях, на какой музыке росли вы, когда были ребенком? Это Евгений Павлович Крылатов. В первую очередь, это его музыка. Удивительные песни, слова. Я только сейчас понимаю, что прекрасное далеко нас всех ждет. Но мы не все там окажемся. Мы не знаем о том, что он был очень воцерковленным человеком. Я счастлива, что тоже судьба мне подарила знакомство с Евгением Павловичем. Я помню, как он меня буквально за руку вывел на телевидении. А вы были знакомы с семьями, верна ли эта информация? Оказалось, что мы живем рядом. Мы соседи фактически, вот прям рядышком. Удивительно. Да, я неоднократно была у него дома. Знакома была с супругой, царствие небесное. Она ушла, и он, конечно, совсем немножечко так потерялся. С Машей, с дочкой. И все время была на связи. Вот переписывали, сейчас открываю почту Крылатов. И вот наша переписка, я не удаляю. Его музыка живет, жива. Будет всегда, всегда с нами. Спасибо. Я бы хотела, чтобы наш разговор поддержал заслуженный артист России, пианист, композитор. Мой наставник музыкальный Александр Покитченко, который знаком был также с Евгением Павловичем Крылатовым. Да, мы рады и видеть вас, и слышать ваше мастерство сегодня. Спасибо вам за то, что вы оказались сегодня в нашей студии, на нашем концерте домашнем. Для вас, как для музыканта, что значит музыка Крылатова? Это очень любимая мною музыка. И я тоже, как и Катя, издавна был знаком с Евгением Павловичем. Так получилось, что я в школе, в центральной музыкальной учился, и его дочка училась в это же время. И Крылатов был постоянно гостем школы. А потом так оказалось, что я поступил в консерваторию, а Евгений Павлович учился у того же педагога, к которому я поступил. И, конечно, мы с Евгением Павловичем и на этой волне тоже человеческой сблизились. Конечно, его музыка. И вот по мере отдаления начинаешь понимать, какая простота, какая мелодичность. И вот великая музыка, она на самом деле проста. Она будет всегда. Давайте послушаем сейчас и следующее произведение. Прекрасное далеко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я клянусь, что стану чище и добрее И в беде не брошу друга никогда Слышу голос и спешу на зов скорее По дороге, на которой нет следа Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко, жестоко От чистого истока, прекрасно и далеко Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко От чистого истока, прекрасно и далеко Прекрасно и далеко я начинаю Я обратил внимание сегодня, что вы склонны как-то все время преуменьшать, все время приземлять Вы ведь, с одной стороны, человек популярный, известный, с другой стороны, внутренне рефлексирующий, переживающий, сомневающийся Почему? Ну, это не моя заслуга Бог дал, Бог взял, как говорится То, что у меня папа говорил так Кому много дано, с того много спросит Если мы говорим о музыке, то мне важно донести слово посредством музыки Вот Елена Антонна Камбарова, это для меня мой учитель, мой маячок Она никогда не ошиблась в выборе песен В семидесятые она пела о маленьком принце, а я видела ангела-хранителя ее, понимаете И я у нее очень многому учусь, очень многому Я хочу попросить отца Александра продолжить нашу беседу То, о чем сейчас говорила Екатерина, когда человек воспринимает свой дар, свой талант Не как свой, а как дар Бога, подарок от Бога, за который нужно нести ответственность Это ведь абсолютно христианская позиция Это дары, которые мы должны в себе развивать и должны отдавать Но как будучи человеком известным, будучи человеком популярным, как не поддаваться соблазнам? Надо любить свое дело, прежде всего искренним быть, быть человеком Всегда понимать, что ты делаешь, что ты хочешь донести Вообще музыка это уникальное явление, я музыку ставлю выше категорию Что может быть, что может передать Вот этот мостик к той вечности, которая ждет нас Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МУЗЫКА Кто тебя выдумал? Звездная страна Снится мне издавна Снится мне она Выйду я из дому Выйду я из дому Прямо за пристанью Бьется волна Ветреным вечером Смолкнут крики птиц Звездный замечу я Свет из-под ресниц Тихо навстречу мне Тихо навстречу мне Выйдет доверчивый Маленький принц Самое главное Сказку не спугнуть Миру бескрайнему Окна распахнуть Мчится мой парусник Мчится мой парусник Мчится мой парусник В сказочный путь Мчится мой парусник Мчится мой парусник Мчится мой парусник Жизнь — это плаванье в дальние края. Песни прощальные, гавани дальние, В жизни у каждого сказка своя. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, Прямо за пристанью бьется волна. Выйду я из дому, выйду я из дому, Сейчас мы сделаем небольшую паузу, но совсем скоро вернемся и продолжим петь наши любимые песни. Наши любимые песни Это наши любимые песни Мы продолжаем беседу с очаровательной Екатериной Гусевой Катя, мы с вами коснулись темы детства И нельзя обойти стороной ваш проект Сказки с оркестром Расскажите о нем, ведь это, по-моему, очень Интересная история Это отдушина, это моя любовь То, чем я занимаюсь много лет Это детская аудитория Очень люблю этот жанр Я читаю сказки Пушкина, Островского, Митерлинка, Оксакова А музыкальная составляющая Это Национальный академический оркестр Народных инструментов России Имени Осипова С этим оркестром мне посчастливилось сотрудничать И сейчас я бы хотела пригласить Замечательных музыкантов к нам Собственно, они уже с нами Лауреат российских и международных конкурсов Гусли Мэн Павел Лукарянов Лауреат всероссийских и международных конкурсов Паганини на Домре Дирижер Евгений Волчков Женя, можно тебя пригласить к нам? Конечно Расскажите, пожалуйста, об этом проекте И интересно узнать, как реагируют дети Как реагируют родители Ведь, к сожалению, по-моему, это не настолько распространенная история Как хотелось бы Это возвращение в прошлое Это было очень популярно Это было на пластинках Это было замечательно сделано Очень качественно И то, что сейчас, Екатерина, мы делаем в Московской филармонии Вот это, понимаете, очень легко, наверное, сделать Рассмешить, да? Вот рассмешить, ну, банальный анекдот А вот сотворить чудо Вот в такой... В кроткости, в какой-то чувственности Туда проникнуть, в детские вот эти сердца Давайте попробуем сейчас проникнуть в сердца тех внутренних детей Которые находятся внутри нас И попробуем сделать это чудо прямо здесь На нашем домашнем концерте Давайте Попробуем? Конечно Братья милую девицу полюбили К ней в светлицу раз лишь только рассвело Всех их семеро зашло Старший молвил ей Девица, знаешь, всем ты нам, сестрица Всех нас семеро Тебя все мы любим За себя взять тебя мы все бы рады Да нельзя Так Бога ради Помири нас как-нибудь Одному женою будь Впрочем, ласковой сестрою Что ж качаешь головою? Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам Ой, вы молодцы честные Братцы, вы мои родные Им царевна говорит Поли лгу пусть Бог вели Не сойти живой мне с места Как мне быть, ведь я невеста Не всех милей королевичей лисей Не всех милей королевичей лисей Братцы, молча, молча постояли Да в затылке почесали Спрос не грех Прости ты нас Старший молвил поклонясь Коли так Не заикнусь уж о том Я не сержусь Тихо молвила она И отказ мой Не вина Женихи ей поклонились Потихоньку удалились И согласно все опять Стали жить Да поживать Вы нас вернули в детство Такое очень уютное ощущение Сейчас очень здорово было наблюдать И за нашими гостями За нашими зрителями Ощущение, что Может быть даже сейчас Кто-то вспомнил Своих бабушек, дедушек Какой-то такой очень Теплый, уютный вечер на завалинке Тогда мы продолжим С удовольствием А мы поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А кто у вас птицы? А кто у вас певчи? Большие, большие. А кто у вас птицы? А кто у вас певчи? Меньшие, меньшие. Чик-чирик, тики-динь-динь, сбирались птицы. Чик-чирик, тики-динь-динь, сбирались певчи. Орел воевода перепел подьячи, подьячи, подьячи. Сова воеводша, желтые сапожки, сапожки, сапожки Куси, бояре, утята, дворяне, дворяне, дворяне Чирята, крестьяне, воробьи, холопы, холопы, холопы Журавлю на сотник с долгими ногами Чечет госторговый, масточки-молодки, масточки-молодки Косатки-девицы, дядя луна-сплотник, рыболов-корчевник Блинница, цапля, кукушка, клякуша, клякуша, клякуша Красная рожа, ворона-прикожа, пригожа, пригожа Зимой под дорогом, летом-то застрехом, застрехом, застрехом Ворона-врагожи, нет ее дороже, дороже, дороже Сбирались птицы Сбирались птицы Сбирались птицы Наши любимые песни Наши любимые песни АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем петь наши любимые песни и беседовать с очаровательной Екатериной Гусевой АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, как часто вы ездите по святым местам? Есть ли какие-то у вас особо дорогие сердцу места, где вы бываете чаще? Ну, конечно, это Оптина, я жду встречи с ней раз в год После Пасхи Обычно я приезжаю вот на фестиваль Конечно, это Свято-Троицкий монастырь В Симферополе, где хранятся мощи Святителя Луки И не так давно судьба мне подарила встречу с Вознесенским Оршиным монастырем женским В Твери Удивительная история вообще В прошлом году, в канун моего дня рождения, мы с супругом вдвоем Плавали на теплоходе по рекам России И вот 9 июля так получилось, что мы остановились в Твери Мы выходим на пристань А на том берегу Белый храм Женский монастырь Великомученицы Екатерины в Твери Мы с китайской группой, товарищей Поехали на экскурсию на автобусе во дворец Екатерины И на территории большой храм, собор и купола стоят на земле Огромные синие купола с золотыми звездами В лесах я постояла на службе Одни бабушки, монахи, не прихожан никого И Игумене Иулиане после службы Говорит, пойдемте, пойдемте со мной Посмотрите на тот берег реки, запомните этот день Я смотрю, а мои-то купола парят в воздухе и летят куда-то Оказывается, солнце с того берега слепит Не видно Трос Кран устанавливает купола на храм Она говорит, в честь вас должны были завтра устанавливать Штормовое предупреждение 10 июля Поэтому решили 9 июля И тут я говорю, матушка, а у меня сегодня день рождения Она говорит, вот значит вам такой подарок Как вас зовут? Я говорю, меня зовут Катя А представляете, монастырь женский снатой Екатерины Фантастика Это чудо настоящее Да Вы сейчас рассказывали про ваше паломничество Путешествие по Волге И у нас для вас есть маленький сюрприз Потому что наши коллеги однажды вас заметили И именно в этом путешествии это и произошло Давайте посмотрим на экран Давно я здесь была, второй раз приехала Ну, очень интересно посещать те места, о которых идет речь, например, в моих спектаклях У нас в Театре Моссовета есть спектакль «Царство отца и сына» И вот в нашем спектакле в финале как раз рассказывается о последних днях жизни царевича Дмитрия И моя героиня Ирина Годунова, жена царя Федора, как раз получает письмо И говорит Федору, собственно, читает то, что там написано «Упал на нож и насмерть закололся» И вот сегодня мы были около храма, который построен на крови Дмитрия, на том самом месте, где его, как мы говорим, убили Как повествует летопись, действительно, это был несчастный случай Я здесь во многом благодаря, в общем, своей профессии, вот, посчастливилась здесь побывать Да Вы помните этот момент, этот день? Это автобус «Китайские товарищи», «Углич», «Экскурсия», «И вдруг телеканал спас» Говорит, Екатерина, можно пару слов Круг замкнулся Вот так, вот так, да Что такие поездки значат для вас? Что вы приобретаете, о чем вы задумываетесь благодаря этому? Укрепляюсь, укрепляюсь в вере Отношусь к тому, что я несу людям, а вот уже иначе стала играть спектакль Вот по-другому говорить эти слова Позвольте вам представить Анастасия Кузнецова, солистка и хорместер хора имени Пятницкого Еще раз поаплодируем Спасибо Спасибо Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Оптинская весна», в котором вы принимали участие Как вы стали участницей этого фестиваля и что особенно там вам было ценно? Фестиваль, конкурс славянской песни «Оптинская весна» В прошлом году мы провели десятый фестиваль, юбилейный Славянские голоса звучат на фестивале из разных стран Россия, Украина, Беларусь Сербия Сербия, Хорватия Да, Босния И герцоговина Герцоговина И это только начало Первые десять лет А что для вас значит само место «Оптину пустыню»? Ведь это тоже место очень такое важное и дорогое Вот тоже, видите, как благодаря своей работе, своей профессии попала я и в «Оптину» тоже У меня был концерт, я принимала участие в концерте в большом зале консерватории Это был концерт детских исполнителей И сначала была проверка микрофонов И потом буквально полчаса сорок минут до начала концерта я выскочила, дождик был И мы увиделись напротив консерватории с батюшками Они мне рассказали о фестивале и пригласили стать его ведущей вместе с Павлом Сборщиковым Мы вдвоем ведем этот фестиваль И участницы не на конкурсной основе, а просто исполнительницы И вот уже много лет Много лет, да? Много лет я поддерживаю фестиваль, веду, жду каждый год И исполняю песни, знакомлюсь с народной культурой, очищаюсь через народные голоса Через это простое, наивное слово Узнала для себя, что такое духовный стих Расскажите нам, расскажите для тех, кто... А мы споем, можно? Нужно? Да, давайте, давайте, поддержим аплодисменты То, что нужно Отлично Что возлюблены Богом братцы А вы милые сыны Вы давайте жить в любви Да, как ангелы Да, в небесе Вы давайте жить в любви Да, как ангелы Да, в небесе А Господь наш сердца видит Он во всем нам помогнет И отгонит злого дуа уха От нас, милые друзья И отгонит злого дуа уха От нас, милые друзья И дарует Отец Бог да Утешитель Святой Дух Мы всегда будем молиться Пред Господом да веселиться А мы всегда будем молиться Пред Господом да веселиться Пред Господом да веселиться Звонко, ярко и просто замечательно. Еще раз давайте поаплодируем, потому что совершенно по-новому для многих, я думаю, звучат вот такие вот, казалось бы, исконные русские мотивы, русские песни. Насколько это и современно, и интересно. Здорово, спасибо. Вообще духовный стих, как правило, в нем очень много драматизма, боли, драмы, и очень сложно найти что-то такое вот, правда, радостное. Вот Настя нашла, Настя знает. АПЛОДИСМЕНТЫ У реки среди безмолвных сосен За белыми стенами украшена цветами святая оптина. За белыми стенами украшена цветами святая оптина. И, накав молитвою согрета, И, накав молитвою согрета, Старцами прославлена она. Здесь все вокруг родное и сердцу дорогое святая оптина. Здесь все вокруг родное и сердцу дорогое святая оптина. И, когда на сердце неспокойно Утешает благостью сполна, И учит нас терпенью, Хранит благословеньем святая оптина. И учит нас терпенью, Хранит благословеньем святая оптина. Здесь, в душе израненной отродна, В сердце ты моем всегда одна. Как хочется прижаться и навсегда остаться, Святая оптина. Как хочется прижаться и навсегда остаться, Святая оптина. У реки среди безмолвных сосен, Мирно притаилась тишина. За белыми стенами украшена цветами Святая оптина. За белыми стенами украшена цветами Святая оптина. Святая оптина. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши любимые песни АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, но прежде чем мы, к сожалению, Перейдем уже к финальной песне, Прежде чем мы ее услышим, я хочу вас спросить, Над чем вы работаете сейчас? Что вы, может быть, разучиваете? Может быть, есть какие-то песни или Какие-то театральные, творческие проекты, Которыми вы сейчас занимаетесь? Во-первых, хотела бы рассказать о движении, Которое называется Поколение Маугли. Это спектакль. Константин Хабенский, мой друг, Мой коллега, с ним я снималась в кино, Предложил мне однажды сыграть роль Багиры В этом спектакле. О каменных джунглях, о мальчике, Который в них затерялся. Что он придумал? Он собрал своих учеников из разных Школ России, сделал спектакль Поколение Маугли. Он играет совершенно бесплатно, Но деньги от продажи билетов идут В помощь детям, страдающим онкологией. Дети спасают детей. К сожалению, как и все прекрасное, И наша программа, и наша встреча Подходят к концу. И я предлагаю закончить ее На замечательном произведении, Которое мы знаем и любим. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В thr. АПЛОДИСМЕНТЫ И тихо вспыхнут звезды, И кажется мне в ночи, Будто ввысь синекая Смотрит на меня И тихо-тихо шепчет, Милый мой друг, где б ты ни странствовал, Я знаю все, поверь мне. Есть миг счастливый и нежданный, Когда ночной туман пронзает первый луч, И снова свет, знаешь, Жизнь чудесней всех историй, И льется в бесконечность За простор небес дыханием любви. Свет озарит лес и дали туманные, И в капельках росы Вновь заиграет солнце. Песнь полетит опять Над лугами бескрайними, И где-то хор листвы Вдруг эхом отзовется. Есть миг счастливый и нежданный, Когда ночной туман пронзает первый луч, И снова свет, знаешь, Жизнь чудесней всех историй, И льется в бесконечность За простор небес дыханием любви. Солнце взойдет, Снова птицы небесные, Всех сбившихся с пути, Разбудят светлой вестью. Царствий сны навек Все преграды разрушатся, И кто в разлуке был, Вновь соберутся вместе. Верьте, друзья, Где бы вы ни были, Вас ждут всегда, Поверьте. Есть миг счастливый и нежданный, Когда ночной туман пронзает первый луч, И снова свет, знаешь, Жизнь чудесней всех историй, И льется в бесконечность За простор небес дыханием любви. Любви. Мы благодарим Екатерину за тот свет и то удовольствие, Которое она подарила нам своим творчеством. Дорогие друзья, это были наши любимые песни. Увидимся через неделю в следующую субботу на телеканале Спас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, громко. Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо. Спасибо.